СОРОС Уважаемые коллеги, как писал Сорос, если вы думаете, что идея открытого общества парадоксальна, то вы правы. И писал он это лет 20 назад, когда открытое общество было в зените, и ничто не предвещало его упадок. Тем не менее, вот те структурные проблемы, которые еще тогда видели наиболее проницательные умы от того, как СОРОС относится к нашей стране, зависит наше отношение к нему, но никак не наша оценка его умственных способностей. Эти проблемы сейчас проявились в полной мере, может быть, даже еще и не в полной, но в очень значительной. И, естественно, вот эти проблемы будут усугубляться, и нам надо использовать этот горький опыт при размышлении над проблемами нашей страны. У нас, к сожалению, очень сильна тенденция не просчитывать на два и более ходов вперед, а считать, что если вот сейчас все идет более-менее нормально, то и дальше будет так идти. Вот уроки открытого общества в этом смысле для нас должны служить самым серьезным предостережением. Естественно, нам, географам, наиболее близки те парадоксальные ситуации, которые связаны с пространственной организацией нашего Отечества. Ну, прежде всего, это, конечно, западно-восточная симметрия, о которой коллегам не надо говорить и которая в условиях безальтернативности поворота лицом к Азии, о которой говорил почтеннейший Владимир Александрович, становится проблемой для страны. Если в политике и в экономике в значительной мере страна разворачивается постепенно к Азии, пусть долго, с трудом, то территориальная организация не только не меняется в том направлении, в котором это желательно, но наоборот продолжает свое движение по инерционной траектории и диспропорции с динамично развивающимися странами Восточной Азии только нарастают. Во всяком случае, это касается численности населения нашего Дальнего Востока. Надо сказать, что проблема развития Сибири и Дальнего Востока это проблема, которая, естественно, не является географической. Как подчеркивал Сергей Караганов, один из наших самых пламенных идеологов поворота к Азии, лицом к Азии, Сибирь всегда развивалась в царские времена, когда развивалась только как территория экономической свободы. Надо отметить, что совершенно потрясающее достижение советских времен, создание Академгородка как третьей научной столицы Союза, и это произошло в исторически невероятно краткий срок, менее 10 лет, стало возможным в силу многих других факторов, еще и потому, что атмосфера в Академгородке была значительно более либеральной, чем в Москве, или тем более Ленинграде, городе, более строгой идеологической дисциплины. И, по крайней мере, в Академгородке это сохранялось до 75-го года, когда академик Лаврентьев был вынужден покинуть его и вернуться в Москву, оставив, естественно, в Академгородке свое сердце. Там он и обрел последнее пристанище. Вот, если ни о какой экономической свободе в советские времена речи быть не могло, то вот эта относительная идеологическая свобода стала мощным условием, точнее, мощным фактором и важным условием того прорыва, который наблюдался в Академгородке в 60-е годы. Сейчас, если мы хотим, чтобы Россия сумела занять хоть сколько-нибудь достойное место в Евразии, мы не можем и не должны пытаться реанимировать старые советские планы промышленного освоения этих районов. Мир и отчасти наша страна перешли в эпоху постиндустриального развития, и поэтому совершенно другие принципы освоения должны искаться и находиться для наших районов. это непочатый край творческих поисков, которые, к сожалению, совершенно не ведутся, и либо отсутствие стратегии подменяется ссылками на бизнес, не надо бизнесу указывать, что делать, он сам прекрасно знает. Бизнес решает свои бизнес-задачи, а не национальные задачи, стоящие перед стороной. Все-таки бизнес для страны, а не страна для бизнеса. И поэтому целеполагание, конечно, никоим образом не может быть отдано бизнесу на аутсорсинг, хотя бизнесу, естественно, должны быть созданы максимально благоприятные условия для работы в русле достижения национальных целей. Либо, опять же, пытаются воспроизвести советский опыт. Между тем, мы можем только сожалеть о том, что не мы географы, а вот международник Караганов постоянно поднимает вопрос о противоестественности разделения зауральской России на Сибирь и Дальний Восток. До революции все пространство от Урала до Тихого океана именовалось Сибирью. Все мы прекрасно знаем, что понятие Дальнего Востока возникло в связи в 20-м году в связи со зданием Древневосточной республики как буферного государства между РСФСР и Японией, для борьбы с которой у нашей страны не было просто необходимых ресурсов. Японцы эвакуировались из Приморья в 22-м году вовсе не в результате военного поражения или его угрозы, а исключительно в результате давления, оказанного Соединенными Штатами на них в ходе Вашингтонской конференции 22-го года, поскольку в Вашингтоне совершенно не желали чрезмерного усиления Японии в этом регионе. Так что вот тут просто, как говорится, повезло и сыграли на важном геополитическом факторе. Между тем, если ставится вопрос о том, что в перспективе Большой Владивосток должен стать третьей столицей России, и он, скорее всего, и станет третьим городом России по численности населения, в Владивостоке примерно 600 тысяч населения, но еще столько же уже сегодня можно набрать в агломерации. Поэтому мы можем говорить именно о Большом Владивостоке. И, конечно, перспективы развития у Владивостока значительно более благоприятны, чем у Новосибирска. Но именно Новосибирск может и должен стать в соавторстве так сказать с Томском мощнейшим интеллектуальным центром освоения Сибири и Дальнего Востока. И поэтому, конечно же, преодоление этого противоестественного разделения на Сибирь и Дальний Восток – это необходимые условия решения этой задачи. Кстати, недавняя передача двух субъектов федерации из Сибирского федерального округа в Дальний Восточный только подтверждает нелепость самого этого разделения. Далее существует еще один парадокс, который мы обязательно должны учитывать, когда говорим о перспективах развития Дальнего Востока и Сибири, Азиатской России в целом. Я бы предложил называть его парадоксом Вардомского, поскольку именно Леонид Борисович сформулировал его наиболее четко. На берега Тихого океана Россия во многом уже опоздала, где наиболее благоприятные ниши в международном разделении труда уже заняты. Значительно более благоприятны перспективы у Восточной Сибири, а отчасти у Западной, которая производит энергоносители, сырье и энергоемкую и поставляет сырье, энергоемкую и водоемкую продукцию. Эти виды товаров всегда будут востребованы на азиатских рынках. Еще один очень важный парадокс был сформулирован группой исследователей во главе с Александром Николаевичем Пелясовым. Это парадокс Кли. У нас принято считать, что вот эта зависимость от Кли это важный консервативный фактор, который все время препятствует движению вперед. И вот эти наши замечательные коллеги утверждают, что Кли может не препятствовать, а способствовать более динамичному развитию территории, поскольку освоение территории это венчурный процесс, инновационный, и в ходе этого освоения сформируется другой тип человека, другая ментальность, склонность к инновациям, к риску, значительно большее стремление к свободе, ведь в Сибири свобода была дарована не начальством, не властью, а ее слабостью на бескрайних просторах. Соответственно, в условиях освоения слабость власти это огромный ресурс развития. Вот это же какое счастье, когда у начальства до чего-то руки не доходят. Можно в этой области сделать много полезного, интересного. Поэтому уже после того, как территория достигла достаточно высокого уровня зрелости, все равно вот эти ценности, сформированные инновационным процессом пионерного освоения территории, сохраняются в региональном менталитете, как теперь принято говорить, и определяют более высокие темпы развития региона. Далее необходимо использовать и другие представления, сформулированные Александром Николаевичем Пелясовым. Я бы хотел сказать о транспортном полиморфизме. Термин мой, но идея его. В чем принципиальное отличие постиндустриального освоения от индустриального? Принципиальное отличие состоит в том, что в условиях индустриального освоения территории из нескольких вариантов транспортного развития выбирается один. Остальные отмирают. Вот оптимальный вариант, и после этого остальные уже неконкурентоспособны, потому что в него вкладываются средства. И это действительно неизбежно в условиях создания тяжелой инфраструктуры. Но освоение в постиндустриальную эпоху требует создания легкой инфраструктуры. Это относится даже к горнодобывающей промышленности, где постепенно заканчиваются уникальные месторождения, которым можно было строить там железные дороги, и все это вполне окупалось. Если сняты сливки, если надо разрабатывать малые и средние месторождения, то это требует уже более легких форм транспорта. эти виды транспорта не разработаны, есть только какие-то первые попытки, там струнный транспорт в Юдицкого, то есть создание канатных дорог, но можно только удивляться, до какой степени и развития грузового, и развития пассажирского транспорта отстает от потребности отсвоения, от тех народно-хозяйственных задач, о которых безустали все говорят и которые, так сказать, совершенно не имеют того теоретического фундамента, который необходим для их решения. Все-таки еще полвека назад замечательный философ Грязнов писал, что научная задача всегда решается на основе теории, и поэтому не следует принимать всерьез обещание отдельного исследователя или целого научно-исследовательского института решить ту или иную задачу, если для этого еще не разработаны теории. Вячеслав Владимирович, пожалуйста, поэтому необходимо предпринять не только масштабные теоретические поиски для того, чтобы создать теоретический фундамент для освоения азиатской России, но и прежде всего убедить наше начальство в том, что такие исследования совершенно необходимы, потому что теория у нас в области освоения катастрофическим образом отстает от практики вместо того, чтобы опережать ее. Спасибо. Спасибо.